Что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду 3 дня? Что будет, если не есть 3 дня и пить только воду? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачко! А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко! Автор более тысячи опубликованных видео в интернете! Автор более 50 опубликованных книг и брошюр разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» И рассказать вам еще некоторые особенности, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду 3 дня? Иными словами, что будет, если пить одну только воду 3 суток? Видео «Что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду один день» на моем канале уже есть. Для большинства будет очищение организма водой. Обменные же процессы существенно не изменятся. Если же появилось поташнивание, либо урчание в кишечнике с послаблением, то на этом этапе очищение организма водой нужно прекращать. Тошнота показывает, что ваша печень эффективно очищала кровь, было много желчи, а сфинктер-отис с этим потоком не справился. И желчь теперь в кишечнике, а при тошноте она появилась в желудке. Где теперь развивается эрозивный гастрит. Со временем, если такая ситуация будет продолжаться регулярно, может появиться атрофический гастрит и рак желудка. Более благоприятно, если желчь пошла по кишечнику. Да, урчание, да, послабление. Да, вы видите, вы считаете, что организм лучше очистился. На самом деле токсины могут легко и просто из кишечника всасываться в кровь. И в меньшем количестве покидают ваш организм. А вам потом нужно будет восстановить объем желчи. Иными словами, разрушаются эритроциты. Да, если был высокий уровень холестерина, он также используется для восполнения компонентов желчи. Но это дополнительная работа вашему организму. Абсолютно ненужная. Если же этих ситуаций у вас нет, то вы можете продолжать очищаться водой и далее. И в течение ближайших двух суток тут уже обменные процессы изменятся. К каким изменениям в обмене веществ, если вы проводите очищение водой, нужно быть готовыми? Самые скудные запасы – это запасы углеводов. Примерно 200 грамм гликогена содержит здоровая печень. И примерно 200 грамм гликогена содержится в мышцах, если у вас развитая мышечная масса. Этого количества хватает на первые сутки. И именно поэтому обмен веществ там серьезно не меняется. Если вы продолжаете очищение организма водой, на вторые сутки запасы гликогена исчерпаны. И в крови может снижаться уровень сахара. У вас может появляться не просто голод, а даже волчий голод. Это говорит о критических цифрах сахара в крови. В этом случае должен включиться глюконеогенез. Иными словами, выработка углеводов в печени. Из чего вырабатывает печень и углеводы? Из белков и жиров. Если ваша цель была очистить организм водой и уменьшить объем жировой массы, то ваша цель достижима. Жировая масса — это не только жир. Это и жирорастворимые вещества. А именно пестициды, гербициды, канцерогены. Любые другие токсины, растворимые в жирах, находятся в жировой массе. И вместе с переработкой жиров вы углеводы, ваша печень должна будет обезвреживать теперь эти токсины. И в составе желчи накапливать как минимум в желчевыделительной системе. Если у вас сфинтер-одди хороший, этот процесс продолжается легко. Если сфинтер-одди с этим потоком не справился, иными словами, у вас появилось подташнивание при забросе желчи в желудок с образованием эрозивного гастрита, либо послабление при перемещении желчи по кишечнику, в этом случае я бы советовал очищение водой прекращать. Слишком большая нагрузка на печень. И по всей видимости, слишком много накопили вы за предыдущую свою жизнь. И я бы советовал вам более правильным питанием и не таким экстремальным способом проводить очищение организма. Если же тошнота, либо послабление у вас не проявляется, вы можете продолжать очищение водой. Но! Вместе с жирами в печени метаболизируются и белки, превращаясь в углеводы. Тот же самый глюконеогенез. И для того, чтобы сохранить мышечную массу, вернее, чтобы сохранить депо белка, а это мышечная масса и клетки иммунной системы. Вы не можете договориться с бактериями, вирусами, чтобы они во время очищения водой не так активно размножались. Но вы можете снизить уровень двигательной активности. Чем выше у вас будет уровень двигательной активности на фоне, когда вы проводите очищение организма водой, у вас будет уменьшаться резко мышечная масса. После нагрузки нужно белковое питание, чтобы массу поддерживать мышечную либо наращивать. Если же у вас питание отсутствует, то те мышечные группы, которые будут нагружены, там белок расходуется. И откуда возьмется дополнительный белок. Разве что из клеток иммунной системы. Иными словами, чем активнее образ жизни вы ведете на очищение водой, тем быстрее у вас уменьшится мышечная масса и слабее будет ваша иммунная система. В этом случае я бы советовал просто правильно проводить коррекцию своего образа жизни. Также я бы советовал уменьшить и уровень интеллектуальной активности. Мозг работает точно так же на белках, потребляя примерно 20% крови. Если кровь у вас теперь не самая насыщенная полезными веществами, а обломками разрушенных старых клеток, которые накапливали за свою жизнь, ну примерно то же самое, что жировая масса, то здесь ваш мозг попадает в уникальную диету. И нарушить его работоспособность очень легко. Минимально снизится просто активность. Максимально вы можете попасть в депрессию или пойти даже дальше. Поэтому я бы советовал вам уровень двигательной активности и эмоциональной активности уменьшить. Чтобы ваш организм пострадал максимально мало. Также я бы советовал вам находиться в более комфортных условиях тепловых. Если вы попытаетесь очищать организм водой на жарком курорте, где жаркое солнышко, потери воды организмом будут достаточно интенсивными. А потовые железы выделяют не только воду, но и макро-микроэлементы. Некоторые витамины так теряются. Иными словами, вам легче будет попасть на дефицит витаминов, макро-микроэлементов, которого не бывает первые трое суток очищения водой. Как правило, запасы в печени, запасы в клетках достаточны для того, чтобы обменные процессы не страдали. Любые тепловые нагрузки, неважно это летняя жара на пляже, либо это баня, сауна, они в этом случае вам противопоказаны. А питьевой режим он должен быть. И нормой я всегда об этом говорю. Количество мочи в сутки должно быть полтора-два литра. Это при здоровых почках. И основная масса этой воды должна выделяться в светлую часть дня. Если вы все делаете правильно и корректируете свой образ жизни, то ваш ответ на вопрос, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду 3 дня, будет продолжаться очищение вашего организма на этой позитивной ноте. Я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами «Крепкого здоровья» и «Разумного к нему отношения». А пока вы думаете, кому отправят ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк. А я подумаю, как лучше написать следующее видео. А именно, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду 7 суток. До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко».